Друзья, всем добрый, 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 добрейший денечек, друзья! Приветствую вас на канале Никиты Крылова и с радостью и гордостью готов сообщить вам, что у нас грандиозная, огромная стройка в этой комнате окончена. Остались только совсем, совсем, друзья, небольшие мелочи, но уже самое главное, можно будет этот шкаф заполнять с новыми вещами, соответственно, разгружаться будет комната. Ну и, конечно, комната готова, балкон нет, но это уже будет совсем другая история. Да, здесь что-то мне страшно стало. Друзья, ну для начала, перед тем, как начнется наш сегодняшний ролик, я, конечно же, попрошу вас подписаться, если вы еще не подписаны. Спасибо огромное, кто постоянно смотрит, для меня это действительно очень важно. Также не забывайте о том, что у меня много социальных сетей, есть ВКонтакте, есть Зен, есть Телеграм. Переходите, смотрите, давайте вместе общаться, комментируйте, это действительно важно. Какие планы на сегодня? Расскажу. Во-первых, конечно, я уже сегодня с утреца успел доделать ламинат, оставалась мне буквально последняя, но она самая сложная, на самом деле, понятная дело, потому что пилить нужно было не поперек, а вдоль. Последняя линейка, кроме того, плентуса уже прикрутил, все хорошо, все замечательно, пропылесосил все, соответственно, ну, честно говоря, заезжай и живи, да. Остается только совсем чуть-чуть, это розетки, поменяем мы еще и люстру, вот. Ну, и дальше, конечно, эпопея будет у нас вот этой всей частью. Ну, я думаю, что длится она будет недолго, главное понять, как это делается, и чук-чук-чук, все будет готово. Вот, также подскажите, пожалуйста, как благоустроить пространство за батареями? Кто-то писал, что им удалось пошпаклевать. Я надеюсь, что нам, возможно, тоже удастся, а, возможно, мы просто покрасим. Сейчас не можем понять точно, сориентироваться, как это сделать, потому что, ну, мужик, который шпаклевал, он говорит, слушайте, ну, честно, сделать я это качественно не смогу, а тяп-ляп, даже не буду браться, то есть, с вас деньги брать за это не хочется. В принципе, я с ним согласен. Переходим, друзья, к другой комнате. Сейчас в самом начале видео покажу. О, а тут у нас, а тут у нас, да, вообще, на самом деле, Бардачелло. Вот это все в шкафу в том лежит, представьте себе, лежало. Да, так значительно он заполнен у нас. Бардачелло и та самая, друзья, страдалица всех времен и народов, Сима, которая, как уже писали многие, страдает, живет плохо и аппетита нет, и зачем вы это все делаете, издеваетесь над кошкой. Вот так вот она лежит, вальяжно, на моем месте. Эх, Сима, Сима. Сегодня, на самом деле, задача собрать кроватку, чтобы у Симы было уже свое место. Поэтому, надеюсь, что успею, все сделаю. В общем, планов, на самом деле, много, они грандиозные. И для того, чтобы все пошло хорошо, выпьем кофеечку и поедем отсюда, из дома, подальше. Сырочек. Вот вопрос у всех, когда Юля рожать собирается. Ну, давайте философски отвечать, как только, так сразу, правильно? Откуда Юля сама знает, когда я рожать? И для Нового года. Это важно. Чем ближе от Нового, чем дальше от Нового года, ближе в эту сторону, тем... Приятнее мне. Приятнее Юля, и, ну, таким образом, более масштабный будет у ребенка праздник. Потому что, если родить Новый год, то, конечно, день рождения, по факту, отменяется у ребенка. Так получается. Ну, это так. Так, на самом деле, главная, конечно же, цель, чтобы здоровый, крепкий был ребенок. Вот. Чтобы все прошло хорошо. Это, конечно, сердце, значит. А там уже это всего лишь наши пожелания. Юля и промзона называется у нас сейчас. Этюд. Дело в том, что мы выбираем, друзья, мебель, диван, кровать. Вот это то, что нам первое очередное необходимо. Затем еще всякое по мелочам нам нужно будет. В частности, я вот хочу какую-то себе рабочую зону. Столик или приставной к диванчику он будет. Или это просто отдельный столик со стульчиком. В общем, что-то нам необходимо. Что конкретно мы еще... Ну, мы знаем, да. Часть мы знаем, часть не знаем. В принципе, что мы посмотрели? Стоимость, смотрите, сейчас, на данный момент, кровати... А, вот же пирамида здесь. Ну, я имею в виду сюда, можно мебель зайти еще. А там же тоже есть. Ну, точно. Пойдем посмотрим, в каких случаях. Смотрите, сейчас вот так вот ориентировочная стоимость кровати без матраса 30 тысяч рублей, правильно? Да. Ну, это же мы обычные смотрим. Да, обычная кровать. Вот. И диван, который нам нужен, ну, районе там 50 тысяч рублей. Вот такие вот цены. Это, как вы понимаете, ну, реально это, ну, по сути, эконом-сегмент. Так оно и чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, там. А, да, что-то поменялось в этом же, в этой жизни. Ну, пошли тогда. В столовую, стулья такие не хочешь? Не? Мне нравится. Живо-осредственное. Да. То есть, вот, в принципе, друзья, 30-50. Это при том, что диванчик там небольшой нам нужен совсем. Кто хочет заняться ремонтом, как говорится, велкам. Выходим с очередного магазина. Ой, извините. Я предлагаю зайти в этот еще раз мебельный и ехать в Снеху. Давай. А следующий мебельный? Тебе повезло, что я уже устала. Так я уже устал. Я уже думаю, сколько можно ходить? Я бы, честно говоря, заказал, где с женщиной нормально общались. Быстро уже бы сегодня им поставили бы эту кровать. Я тут диван. Не понравился? Зайди, а я посмотрю, вот там что, тоже мебельный или нет? Так, я не говорил с ним брать, да? Ладно, я сейчас сюда посмотрю, что тут. Тут такое черное здание красивое построили. Короче, у нас, по сути, мы зашли, грубо говоря, ну там, в 7 магазинов, да? И только в одном такая прям женщина, такая, которая прям нам очень много всего рассказала, скажем так. Ну, хотя вот только что тоже зашли в магазин, тоже там было нормально, удобно. Ну, в первом, где рассказали нам, вот прям все, захотелось купить и все. А я, знаете ли, я мужчина, я человек простой. Мне рассказали, мне понравилось, взял, купил, все, забыл, забыл об этой проблеме. А тут получается, что мы сейчас снова ходим, 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 ходим. Поднебец. В поиске мебели это дело серьезное, поэтому перекусить обязательно Юлия Айран, а Никита Плов Айран будет есть. Приехали в огромный-огромный гипермаркет такой мебели, разные-разные бренды. И мы вот в одном из магазинов, не здесь, а вот по дороге, скажем так, нам сказали, что вот смотрите, вот есть кровать там такая, да, например, а есть на 20% дороже, но там совсем другие материалы будут, там уже будет брус, там уже будет сваренное основание, металлическое. Короче говоря, ну вот прозвучала фраза «вечная кровать», вот вечная, купили, и она вечная. И мы как бы с Юлией очень задумались, что мы не хотим вечную кровать. Вот посмотрите, 21 век какой, что ты реально не хочешь качественную вещь даже покупать такую, крутую. Из-за чего? Из-за того, что ты понимаешь, что хочется через там 5 лет эту кровать, естественно, поменять. И нет смысла, хотя там не те суммы, о которых вообще как бы хочется задумываться, вот. Ну, на 20%. Что это для человека? Для животных. А, для животных? Мало места. Вот. А как бы вы поступили? Вы бы купили хорошую, качественную, вечную кровать? Или же все-таки, что называется, варианты Кея? Такой вариант прикольный, широкий. Да, мне такси. Нет, не в этом цепи. Друзья, случилось чудо, самое настоящее чудо. Мы с Юлей определились с диваном. Причем мы это сделали очень быстро. Пройдя долгий путь, сделали это все быстро. Я такая книжка смотрела, да? Да. А в итоге вот другой. Диванный столик, это мне ноутбук, чтобы работать. Не, не подойдет, надо побольше чуть. Короче говоря, я сам обалдел. Вот реально раз увидели, такие, о, класс, вот это классный диван. Вот. И мы обязательно вам его покажем, когда нам его привезут. Вот. Но мы еще определились. Но вот я бы, например, я бы прямо сейчас даже предоплату внес и сказал бы. А хотя и не нужна предоплата, правильно? Она же говорила, не надо. Мы можем сейчас забронировать сказать. Не хочешь? Ну, давай, давай сейчас до конца так вот дойдем. Ну, давай. Раз уже пришли. Пришли. Ну, это очень быстро выбрали. Считаю, сколько мы ездим. Чего три. И уже определились с диваном и даже обговорили, какую кровать. Примерно, да? Какую мы хотим. Ну, короче, мы на самом деле молодцы огромные. Прям сейчас с таким выбором вот так вот определиться. Так классно берем. Я кроссовки бы еще полдня выбирала. Я тоже думаю, классно берем. Мне тоже такой подход нравится. Диван купили. Купили диван. Все, готово. Есть. Есть такое дело. Мы купили диван, друзья. Диван куплен. Я вам, кстати, говорил о том, что мы купили диван? Или не говорил? Я вас кону зайти, еще кровать и посты. Точно? Ты не устала? Ну, иди, хочешь пойдем? Я рядом постую. Я не буду принимать решение. Я тебе говорю. Честно, я устал уже. Все. Я не могу. Я просто уже не хочу на площадке сюда приезжать. Так мы однозначно приемли. Готовить ужин для Симоны. Смотрите, какая хозяйка, друзья. Пришла после долгого, тяжелого дня. И вот не говорите, что он легкий. Вот поверьте мне. Сходите и повыбирайте диваны. Сходите и повыбирайте кровати. Я думаю, мы много обошли. Да, мы обошли много, да. Ну, даже физически реально мы обошли много. И как этот процесс идет. Вы же, естественно, там, в общем, начинаете все это смотреть, взвешивать. Плюсы, минусы. Вместо того, чтобы... Накупили. Думаешь, да? Есть. А, пленка. Пленка. Нет, это другое. А, пищевая, да, пленка. А пергамент для того, чтобы... Да? Да. Ну, в руках. Ну, хочется... Может, в рукаве делай? Или не очень? Ну, можно. Да. Вообще, можно делать легко. С завязочкой. Вот. После долгого трудового дня Юля не скулит, не говорит, я бедно устала. Нет. Она кормит кошку. Сейчас будет кормить Никиту. Никита тоже будет заниматься делами. Сколько магазинов. Да. Сколько визитчик. Четыре. Даже больше просто давали. Не знаю, куда делать. В итоге диван у нас... Надеюсь, зато, да, привезут. Уже покажем его. Вот. Ну, честно, я уверен, что вам понравится. Интересный. Реально интересный. Вот, когда ты не сталкиваешься с мебелью, как-то... Оно получается, либо ты в одной ценовой категории, да, ну, в низкой. Ну, назовем, как есть, правильно? Либо низкая ценовая категория. То есть, там, 50 тысяч рублей, например. И оно все однотипное. Очень однотипное. Там 35, 50. Вот. А если ты повышаешь категорию, там, 150, 200, 300 за маленький диванчик, конечно, там уже чуть будет другое. Ну, и то, что такое прям крутое, мы не увидели. За эту даже сумму. А мы взяли за 55 тысяч класснючий диван. Прям очень классный. Мне прям понравился. Юле понравился. Я надеюсь, что завтра он будет у нас. Вот такая вот история. Помоги мне с рукавом. Да? Давай, сейчас мы все сделаем. Вкуснейшая курочка на ужин уже готова, друзья. Сколько тебе дать? Мне, ну, не знаю. Пока столько, потом еще. Кроме того, яички заварные, огурчики, грибочки. Грибы. Ты все убирал. Да, это которые я собираю. Так, ты. Рыжики. С мамой делали. С мамой Юли мариновала. С тещей. Вот. И, в принципе, курица, кстати, была в грузинских травах, в грузинских специях замаринованные. Сухой аджики, которая у нас уже сухая. Сухой аджики, да. Два года, больше. Да, мы с курицей чаще запекаем. Забываем на нее. В общем, друзья, приятного аппетита. Покажу как раз, чем я занимаюсь в это время. Это интересно, интересно. Никита делал самый настоящий топчан для Симоны. Слушай, это топчан скоро. Похоже, да? Я собирал детскую кроватку. Но Симона у нас готова к испытаниям. Симона, давай сейчас. Ивана, ты готова к испытаниям? Давай. Прямо на топчан? Или давай дьявол сейчас постелю? Дьявол, конечно. А то он уже так, да, я тебя перемещу. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-а. И все, лежи, Симона, лежи. Это ж твое место. Симона, расскажи о своих первых эмоциях. Странные, да, наверное, что ты шатаешься? Теперь ты тоже спишь на кровати. Теперь у тебя тоже кровать, да. Не только у нас. Что еще, блядь, не выкинула. Посмотрим, посмотрим в итоге. Понравится Симоне или нет. Ну, топчанчик хороший получился. Это не поспоришь. Дело в том, что мы купили кроватку. Я не знаю, мне там советовали три в одном. Это оно и есть? Что, мол, до пяти лет, до шести ее хватит, говорят. Что ты перемещаешь вот эту вот высоту. Ну, по высоте она делает. Мне кажется, это оно и есть. Мол, тут можно маятник включить-отключить. Ну, достать его. Вот, по высоте она регулируется. И здесь стенка тоже. Она тоже ставится, естественно. Нет, ну, это метр двадцать, досколько ребенок будет. Как ребенок будет начинать переворачиваться, наверное, да? Когда обычно стенка ставится? Когда ребенка переворачиваться, да, начинает, я думаю. Потихоньку как-то садится, вставать на шмилу-то. Ну, да, чтобы, короче, не попадать. Я думаю, да, когда уже переворачиваться начинает, тогда можно стенку ставить. Симон, ты же переворачиваться умеешь, правильно? Умеешь. Прыгать вниз. Что, мне нравится? Нравится, конечно. Классно, игровой кино. Сейчас, Симон, я еще комок покажу, какой я для тебя собираю. Вот, и в принципе, осталось... Ой, осталось мне дробленный таблик для тебя. Вот, смотрите, что я еще делаю параллельно. Вот она, стенка от кроватки. Комод собираю. Но не до конца соберу его из-за того, что необходимо стучать громко. А сейчас уже ближе к десяти часов вечера. Не буду я действовать на нервы нашим счастливым соседям. Вот, любимым хотел сказать. Но дело в том, что я с соседями не особо знаком. Ой, 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 ой. Под ногами тут болтики разные. Так, это все от кроватки. Это важно. Это важно, это всегда. Ну, такие вот дела, друзья. Времени зря не теряем. Мне бы еще вот розеточки сделать. Но боюсь, что не хочется сейчас дискомфорт доставлять и само себе. И выключать свет во всей квартире с фонарями это делать лучше уж завтра. Лучше завтра. Вот такие вот дела, друзья. Вот так вот мы живем. Интересно. У нас, кстати, неудача небольшая. То, что у нас не хватает чуть запчастей. Мы купили, как вы знаете, бэушную кровать. Кстати, вот один скольчик. Два скола я на ней видел. Вот один из них. Вот насколько это критично. Мне лично нет. Вот есть здесь. Вот, например. Ну, я думаю, честно говоря, ребенок вообще не заметит этого. Да и ты вряд ли заметила бы. Вот. Сейчас пойду посмотрю еще раз в машине. Но я думаю, что нет, скорее всего. Нет этих запчастей. Потому что именно странно, что весь комплект пропал. Это вообще странно. На сегодня все, друзья. Юля играет с кошкой. Говорит, что ей не хватает только мобиль. Да, мобиль? Да. Ну, и игручки сверху вешаются. Вот, чтобы кошка игралась. И все. Кошке больше ничего не надо, мне кажется, для счастья. Кошке кровать, если что, подходит. Кошке подходит. Осталось только испытать коляску. Конечно же, коляску. Вот. И ребенок тогда точно у нас будет защищен от всех аллергий. От всего. Вот. Кошки. Собаку туда надо еще поместить в коляску. Еще что-нибудь. Вот. Сразу, чтобы с детства обживался ребенок. Что тут в кроватке? Тут же ее подстилки. Да я не спорю, я вообще так говорю. Ну, действительно, там ее подстилки. Ничего критичного нет. Друзья, на этом буду коротенькое наше видео сегодняшнее заканчивать. Вот. Так прошел наш тяжелый день. Был непростой, но на самом деле отчасти продуктивный. Честно скажу. Тяжело очень совмещать ремонт и параллельные все эти покупки, сборки и так далее. Поэтому он двигается, он продвигается не так быстро, как хотелось. Я думал, ну, плинтуса я точно сделаю сегодня во всех комнатах. Думаю, что там их делать. При том, что я стараюсь, знаете, можно было бы там ускориться. Но я стараюсь так медленно, аккуратненько, хорошо. Пылесошу сразу же, чтобы не было вот этой грязи. То есть, ну, качественно, честно говоря, стараюсь. Сделаю. Вот. И надеюсь, что в итоге все воздастся, как говорится. Все будет, ну, прежде всего мне, конечно же, нравится. Итак, спасибо огромное, что смотрите. Спасибо огромное, что следите. Спасибо огромное, что неравнодушны. Хотя, конечно же, некоторые мне пишут на канале, говорят, да вот если бы не Юля, мы бы вообще за тобой не смотрели. Ну и хорошо. А некоторые, мне кажется, из-за Симоны только смотрят. Не важно, не важно. Главное, что надеюсь, что вам нравится. Еще раз спасибо огромное. Всем счастья, всем здоровья. Но самое главное, мира. Все. Пока, пока. Пока.